Друзья, всем привет! Сегодня 23 июля. Лето практически уже кончилось. Что там, осталось месяц небольшим. Но у нас оно кончилось еще в конце июня. У нас уже более трех недель идут проливные дожди, непрекращающиеся, очень сильные. И что, давайте посмотрим, как чувствуют в таких условиях нашего сурового севера виноград. И вот в таких условиях повышенной влажности, мягко скажем. Поехали! Заранее прошу прощения за внешний вид своего виноградника. Совершенно не хватает времени на хобби. Все уходит на птицу, на уход за птицей. Вот вчера выделил себе там несколько часов, чтобы хоть немножко как-то там подрыхлить землю, оборвать пасынки, усы и то не везде. Это все удалось, так что извиняюсь за внешний вид, не судите строго. Так, ну вот начнем с самого блатного места на моем участке. Это у Пристенка, южная сторона. Платовский я все-таки волевым решением удалил. Пришел к выводу, что у него нарушена проводящая система и куст большой, но бестолковый. На его место я посадил красотку. Ну, очень слабая у нее была корневая система, там буквально три корня. Но посмотрим, что из этого получится. Конечно, не очень хорошо сажать слабые саженцы. Вот вчера рыхлел, еще ничего даже толком не выбрал. Так, далее. Элегант сверхранний. Не мычит, не телится. Нечего о нем пока говорить. Так, это у нас Гарольд. Гарольд куст. Не особо он сильно рослый, как я вижу. Вот у него такие грозди висят. Вот здесь. И вот здесь. Ну, как бы, боюсь сглазить, но надежда на воззревание есть. Посмотрим. Все зависит, какой август будет. Потому что июль просто провальный. Так, это у нас Августин. Последний шанс у него, как я говорил. Ну, вроде вот что-то он тут растет. Будем надеяться, что в этом году вызреет и нормально уйдет на зимовку. Так, это у нас Кадрянка. Несколько загущена. Но, вроде болезни пока не наблюдается. Не знаю, как она вызрит. Оставлял я здесь нормировку тел по одной грозди на побег. Но, по всей видимости, придется либо подрезать, либо прорежать. Потому что погодка, так скажем, мягко неподходящая для винограда. Но посмотрим, понаблюдаем. Так, ну Шевченко меня в этом году разочаровал. Он попал под заморозок. Вернее, пострадал от заморозка сильно. Это не грозди, тут не пойми чего. Какое-то недоразумение. В общем, он претендент на удаление в следующем сезоне. Посмотрим. Так, это у нас пристеночек. Так, ну куда пойдем? Пойдемте вот туда. Так, здесь у нас такая вот шпалера и забор. Значит, смотрим. Это у нас Чарли. Или антрацит. Второй год кусту. Вот у него все сигналки я оставил на свой страх и риск. Говорят, что он тянет. Но посмотрим. Может быть, я одну сниму еще. Или подрежу. Так, это у нас... Так, это у нас П-34. Смотрите, какая красота. Уже окрашивается. Вот такие вот грозди. На нем болезней не видно. Ну, в общем, я так полагаю, что это... А он еще, гроздь. Перспективный сорт. Нормировку делал, но оставил нагрузку большую. Вроде бы тоже он должен тянуть. Это технарь. Как бы должен вытянуть. Ну, посмотрим. Так, это у нас П-33. Что-то как-то тут он не ахти. Вон контролька висит, но не очень. И это П-26. Там вот контролька есть, но ничего пока не окрашивается. Так. Дальше. Здесь у нас шпалер Денисовский. Он тоже сильно пострадал от заморозка. Там контролька есть, но... Короче говоря, ни о чем. Тоже под вопросом этот у меня сорт. Так, кристалл. Кристалл. Значит, вон там грозди. Так, этому винограду 3 года. Кусту. Ну, посмотрим. Он у меня страдал от кротов. Подрывали корни. В общем, восстанавливался в прошлом году. В этом году какие-то грозочки висят. Так, это новая посадка. Это Виктория. Так, Леон Миё. Там у нас сигналки даже нету никакой. Что-то он не захотел нас порадовать. Ну и ладно. Так, это у нас супага. Посадка этого года. Видите, да, что я сделал с виноградом? Короче, я переборщил с вытяжкой из золы и обжег все кусты. И они у меня тормознулись в росте где-то на неделю, наверное. Взрослые кусты пережили, восстановились, а маленькие, конечно, до сих пор в шоке пребывают. Вот этому кусту что-то не хватает, судя по листу, но я затрудняюсь ответить, что может быть по магнию дефицит. Так, здесь, значит, зилга. Ну, радует, радует. В том году болела, в этом году не болеет, пока тут вот ху не сглазить. Вот такая нагрузка у неё. Ей три года. Не знаю, видно нет. Вот грозди тоже окрашиваться начали. Здесь, по-моему, по одной, по две на побег я оставлял. Но зилга вроде бы как неприхотливый сорт и должен тянуть. Может быть, много я оставил. Не знаю. Я не знаю точно. Показываю, как сделал. Если я оставил много и нагрузка большая для этого куста, в следующем году я с него ягод не получу. Так, это у нас что? Это у нас Леопайст Зинтерс. Здесь сигналки, к сожалению, нет. А хотелось бы. Но у меня ещё один есть. Это куст такого сорта. Посмотрим. Так, это вот пересаженный весной, попавший под заморозок. Помните, это у нас лора. Там Чарли, вот заметьте, от корня отбился. Были большие у него побеги, ростки. Они все замёрзли. И вот то, что выросло на данный момент из замещающих почек. И вот Чарли. Здесь, конечно, картошка сильно мешает ему, затеняет. Но это пока маленький. Когда куст будет взрослый, серьёзный, то он успеет уже дорасти вот хотя бы до этого уровня. И верхними листьями будет уже забирать солнечную энергию, как положено ему. Но пока вот он, конечно, здесь от картошки несколько затеняется. Так, это у нас Марс Сидлис. Не пойми что, короче. Посмотрим, что с ним дальше будем делать. Так, ну там я не пойду. Там вот два куста, значит, ближе ко мне, который это... Давайте подойду. Который ближе. Вот это. Это Сомерсет Сидлис. Вот он вроде что тут растёт. Тоже лист. Видите, светло-зелёный. Что-то не хватает ему. То ли он не хватает азота, то ли магния. Я ещё не настолько специалист, чтобы определять это по листу. Но нет предела совершенству. Я изучаю. Так, и там вот у меня куст посажен уже два года в таком состоянии. Не пойми что. Это загадка Шарова. Я так предполагаю, сейчас ещё покажу одно место, что это берёза. Под берёзой ничего не растёт. И виноград, по всей видимости, тоже. Но это предположение. Будем смотреть дальше. Так, идём дальше. Вот шпалеры у нас. Здесь у нас шпалеры технарей. Посадка у них между кустами два метра. А формировка односторонний веер. Значит, начинаем отсюда. Это Леопаэст Зинтерс. Второй куст. От другого заводчика, так скажем. Ну, это ни о чём. Это не вызрит, скорее всего. Так, это у нас Срава Сагра. Прибалтийский тоже сорт. Сигналок нет. Так, это Бьянка. Вот те кусты двухлетки. Этому три. И вот мы видим здесь. Есть у нас две сигналочки. Не знаю, вызрит нет. Посмотрим. А, три даже. Вот, кстати, на один побег две грозди. Возможно, невозможно, одну уберу. Потому что рановато ему. Так, такую нагрузку вести. Так, это у нас Солярис технарь. Есть тоже вот тут грозди. Сигнальные. Так, и это у нас два куста кристалла. Трёхлетки, по-моему. Если не четырёх. Нет, наверное, трёх. Так. Вот тут есть у нас грозди. Ну, кристалл должен. Даже должен из него какой-то ток получиться. Посмотрим. Так, ну кусты молодые. Плодов мало пока. Вот с другой стороны. Так. Идём дальше. Шпалера, которая с севера на юг расположена. Так, сейчас мы с той стороны её матью. Так, юханатер. Немецкий сорт. Сигналок нет. Ну, растёт. Не знаю, противоречивое они у мнения. Так, это... Что это? Это? Это макузани. Макузани в Воронежской селекции. Ну, многие говорят, что такого сорта нет. Что это просто сапираеви северный. Ну, не знаю, наверное. Так, это экспресс ранний. Экспресс ранний. Вот второй год с его саженцу. Из однопочкового черенка. Я его в этом году пересадил даже. С другого места. И он вот гроздь дал. Здесь формировку, значит, за меня осуществили вот те товарищи. Да, вы помните, да? Они вышли у нас тут из теплицы. И обломили там, в общем, сделали, как им понравилось. Не знаю, как эта формировка называется. Наверное, формировка от индейки назовём. Он прекратил рост. Видите, здесь макушку они сломали. Пошли пасынки. Я, в общем, не трогаю этот куст. Вот этот рукав у меня был вообще отлично. Они его под корень обломили. Ну вот, что сейчас на данный момент этот куст из себя представляет. Но гроздь есть. Я её не ломаю как бы. Ну, посмотрим, что будет. У меня ещё есть в одном месте этот сорт. Вот. Но там он себя чувствует хуже. Сейчас объясню, почему. Так, это у нас таёжный. Тоже такой он, что-то не очень. Это дублянский. В общем, напомню, что посадочный материал у меня в этом году попал под заморозок в теплице. И я его высадил. В общем, не знаю, правильно или нет. Заведомо. Может быть, у них, у этих саженцев уже изначально нарушена проводящая система. И ничего хорошего из этих кустов не выйдет. Наверное, я их в этом году перезакажу заново, продублирую, чтобы у меня были запасные, чтобы время не терять. Так, это у нас ронда. Три года кусту ронда. Прёт не в себя. Это, блин, просто пипец. Я даже наверху пасынки уже не удаляю, потому что чтобы... Вон какие пасынки. Видите? Чтобы как-то, ну, не зажировал он у меня. Потому что рост чумовой. А сами грозди мелкие, это технарь. Вот, но говорят, что перспективный сорт на вино. Посмотрим. Понаблюдаем. Так, ну, это загадка Шарова. Не пойми что. Тоже, чтобы не жировал, я его отпустил в свободный полёт. Пасынки не трогаю. Очень поздно проснулся. Плохо зимовал. Толку от него, похоже, не будет. Потому что мне кажется, что это пересорт. С загадкой Шарова в нашем регионе проблем не должно быть. А у меня с ним сплошные проблемы. Так, ну и посмотрим там у нас что у забора. Я предполагал, что это будет очень эффективное место для моего винограда. Всё-таки забор. Тепло лишнее. Повышение сад значительное. Но я один момент не учёл. Сейчас покажу. Здесь более-менее, да, у нас что здесь у нас? Это у нас Валиант. Валиант. Здесь вот гроздья. 2, второй год всего саженцу. Имейте в виду. То есть это не возраст для винограда. Многие даже не плодоносят на второй год. Ну, я имею в виду, сигналку не дают. Этот дал. Так, это у нас Каберне Кортис. Сигналок тут, по-моему, нет. Ну, в общем, растёт. Я даже, видите, у меня нет времени даже натянуть верёвку элементарно, чтобы он по-человечески рос. То есть я упустил его просто так на самотёк. В общем, ну, кошмар, безобразие. Это недопустимо. Так, это у нас Маркет, пересаженный весной. Из другого места. Но вот вроде он как пережил пересадку. Более-менее что-то он растёт, шевелится. Так, это у нас Каберне Кортис. Тоже пересаженный. От другого человека, от другого заводчика, если можно про виноград так сказать. Так, ну, что-то вроде нравится ему здесь нормально. Так, это Пинануар ранний. Вон грозочка сигнальная начала окрашиваться. Это всё технари. Технари винные. Вот тут видно было у нас немножко мильдию. Но вторая профобработка после цветения остановила заболевание. Напомню, что я сделал в этом сезоне две профобработки. До цветения и после. Более делать не буду. Буду бороться неэффективными, но безопасными методами. Типа формоёда там, соды, если у меня будет вспышка заболевания. Так, и вот, смотрите, да, вот состояние этих кустов более-менее молодёжи. Хоть как-то они растут. А вот эти вот три куста, ну, это просто пипец. По листу видим, что им не хватает чего-то. Чего я точно не могу сказать. Опять-таки, я ещё не настолько профессионал, чтобы по листу определить. Как говорят, либо магний, либо азот. Здесь нехватка. Вот это у нас экспресс ранний. Второй куст. Также есть сигналка. Но плохо растёт. Вот везде у нас болото. Здесь я рыхлю землю. Она сухая. Видите? Удивительно. У нас дожди льют каждый день. И по состоянию кустов вы видите, да, что им здесь не нравится. Они и не растут. Коронки у всех выпрямлены. О, получилось. Так, здесь тоже самое. Но состояние листа получше. А причины, как я вижу, опять-таки, вот в этой берёзе. Взрослый, большой. Возможно, вот в этих двух, не таких больших. В общем, под берёзами нифига не растёт. Это просто капец. То есть, вот эти вот, походу, три места моих. Я так предполагал, что очень удачных. Они не особо подходят. Но, как эксперимент, мы эти кусты оставляем. Будем наблюдать. Может быть, на второй год будет что-то поинтересней. И у меня будет больше времени за ними внимательно наблюдать. И, может быть, подкормить их надо. Но уже поздно. Уже вторая середина лета. Азот давать нельзя. Вот. Уже пора давать калийно-фосфорные удобрения. Что я, кстати, сейчас буду делать. Я под корень сейчас рассыплю залу. Вот на взрыхлённые вот эти участки почвы. И по листу дам монофосфат калия. Уже пора это было делать неделю назад. Это всё для вызревания лозы. Погода плохая. Сейчас сыро. Сейчас начнутся гнили всякие. Серые, несерые, разноцветные гнили. И, в общем, не знаю. Можно лишиться урожая даже того, который вот окрашиваться начал. Но будем надеяться на лучшее. В любом случае пора уже начинать вот эти калийно-фосфорные подкормки, обработки по листу, чтобы лоза готовилась к зимовке. Начинать пора уже со второй половины лета. Так что вот такие вот у нас дела обстоят с нашим виноградом. Есть надежда, что если найти сорта, подходящие для конкретной местности, то и в такое вот, скажем так, не очень подходящее лето для винограда можно рассчитывать на что-то. Может быть. Если опять-таки, вот нам бы сейчас сухую осень, тёплую, как последние годы у нас бывало, то будет всё нормально. Но если будет вот такая погода до середины сентября, то вряд ли стоит рассчитывать, наверное, на возревание даже вот таких красивых гроздей. Вот ещё на зилге может быть что-то и получится, но не факт. Не факт. Вот заведётся болячка на кусте на этом. И всё. И привет, урожай. А болячка может быть в такую погоду легко. Так что вот такие вот дела с виноградом. Надеюсь, вам было интересно, как мы тут безнадёжно пытаемся вырастить что-то похожее на виноград у нас на севере. Ну, дело интересное. Манящее, но непростое. Требует, конечно, много усилий. Вот. Но мы не сдаёмся, боремся с природой. Пытаемся что-то вырастить. На этом всё. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Всем всего хорошего. Посмотрел сейчас, что я наснимал. Вот что значит к винограду не подходить долгое время. В общем, грозди, которые висят сейчас на винограднике, нужно или подрезать, отрезать полгрозди, либо прорежать. Потому что боюсь, что нагрузка слишком сильная на кусты и погода не очень подходящая. Вот. Так что, наверное, буду уменьшать количество гроздей на кустах. Наверное, кроме технарей, вот, кроме П-34, зилгу, наверное, немного подрежу. Те, которые мелкие, на усиках завязались, вот эти уберу. Так что, вот так. Часть плодов придётся обрезать, потому что я переживаю, что нагрузка слишком большая и не вызрит. А если вызрит, то куст не успеет подготовиться к зимовке, не вызреют лозы. Так что, вот так вот. Пойду подрежу. Поехали.